Здравствуйте дорогие подписчики канала Большая Семья Калининградская. Не часто приходится нам видеться, поэтому пользуюсь случаем и такой хорошей погодой, которая у нас вернулась в теплая хорошая погода, 17 градусов в свете, передать вам самые теплые, самые наилучшие пожелания, приятного лета, приятного жаркого лета. И хорошее настроение. Но я сегодня хочу вам поведать интересную историю про одного своего молодого товарища, который, когда я приехал в Новую Ирландию, был у меня инструктором на маленьком самолете. Он даже за Машей, за нашей как-то ухаживал. Ну, не судьба. Ну, парень ничем таким выдающимся не обладал до тех пор, пока я не увидел, насколько в нем много силы такой интересной к постижению каких-то целей. Он достаточно такой волевой человек, потому что решиться на те поступки, которые я в дальнейшем прослеживал в ходе, по истечению жизни, не оставляют меня равнодушным к тому, чтобы не восхититься его, так сказать, силой духа. Ну, самое главное, что он решился еще до коронавируса, когда он начался уйти из авиации, потому что у него была мечта сделать кругосветное путешествие на яхте. И он всегда мечтал иметь яхту, и со всей семьей своей, а к тому времени у него уже была любимая женщина и двое деток, мальчик и девочка. И вот, каким-то образом, ну, видно, собирал деньги долго. Ну, еще у него, правда, папа с мамой в свое время бизнес имели, они скупали старые квартиры, восстанавливали, ну, дома, я имею в виду, частные дома. Покупали, восстанавливали их и продавали. То есть, и, в принципе, они, по-моему, даже не продавали, а отдавали в аренду. То есть, на этом у них, в принципе, нормальное такое состояние. Но самое интересное, что все-таки он достиг своей цели, и в один прекрасный момент, буквально до коронавируса, он увольняется, уходит из авиации вообще. Покупает каким-то образом, там, онлайн, не онлайн, не знаю, яхту в Хорватии. И всей семьей своей летит туда, оформляет эту яхту, довольно-таки большая, 17 метров яхта, красивая, парусник. Вот. И, значит, там нужно было оформить документы все, и подготовиться к такому путешествию в Новую Зеланду. Это все-таки очень долгий путь, считаю, через весь мир. Вот. И вот уже больше года, как они в этом путешествии. Результат, правда, не совсем то, что он хотел, но, тем не менее. Они заходили во все возможные красивые порты мировые, купались, там, наслаждались природой. Я не знаю, сколько в результате они там денег потратили, но самое интересное, что это такое незабываемое путешествие. Он просылал все время видео онлайн, там, в Фейсбуке, и фотографии. И дети тоже у него возраста такого, по-моему, что-то в районе мальчика 12, а девочка маленькая, чуть-чуть в районе 7-8 лет. Вот. И они вот решились на такое путешествие. Интересно, там он свою геолокацию присылает, где они плывут, как плывут. Вот они прошли через Италию, вокруг Италии обошли, зашли на африканские острова какие-то там, прошли через пролив еще... Да, Гибралтар. Вот. И, значит, они были в Карибском море. А, Панамский канал, вот, через Панамский канал. Оказывается, что там возникли какие-то недоразумения с документами, в том плане, что только резиденты, по какой-то причине резиденты Панамы могут проходить на таких яхтах. И они вынуждены были продать эту яхту там, ну, наверное, наскоро, не знаю. И с каким-то другим, на каком-то другом судне, они отправились в Нью-Йорк. Посетили Нью-Йорк, изменили свои планы. Вот. Неделю провели в Нью-Йорке, и потом они взяли какой-то корабль опять и поплыли, ну, я имею в виду уже такой пассажирский, и поплыли в Лондон. То есть, они решили тогда уже завершить, так сказать, свое путешествие, посетив большие, так сказать, города мира. Вот. Ну, в общем, отважный парень. Интересно, чем он будет заниматься, когда приедет на Возеландию. Ну, вполне возможно, что вернется в авиацию, может быть. Потому что, в принципе, у них никогда нет такого, что если уволился, то назад уже никогда не беру. Вот это то, что я хотел рассказать. Так что вот так. Всем привет и хорошего настроения. Пока.